На нас бежит огромная толпа собак, эй! У-у-у, жутко, там в шкафу был какой-то звук. Ты хочешь мне что-то сказать? Я впервые в жизни вижу такое поведение у моих собак. Огромное кладбище. Как будто мы заблудились. В том месте что-то шевелилось. Ёмичу, это просто капец. Вот и я тоже это слышу. Привет, я Аня, со мной тут мои животные. Как-то странно я сказала это. Ёмичу, Софи, киса Алиса, которая сейчас ненавидит весь мир. И сегодня мы с моими песиками отправляемся на вечернюю прогулку в очень необычное место. Это лес, которого раньше поблизости с нами не было. Звучит очень странно. Просто я узнала случайно, что к нему сделали дорогу. И теперь у нас есть поблизости лес, в который можно прийти по дороге. Капец, как все это странно звучит. В общем, мы берем вас с собой. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно, потому что мы идем к 3 миллионам. Я загадываю желание. Пусть к 2023 году у нас будет 3 миллиона. Пишите обязательно комментарии, они тут появляются. И ставьте лайк на это видео, если вы любите наши челленджи, эпик-влоги. И вообще все видео и ролики будут выходить как можно чаще. Поводки я с собой взяла с собакам, но так как это наша любимая деревня, в которой вообще никого обычно нет, я их вот отпускаю ходить. Но предупреждаю, совет этот вредный, делать так нельзя. Отпустила погулять, я теперь даже не вижу, где они. Но у меня есть классный секрет, который я всем советую. Это вкусняшка. Приучать собаку подходить к вам очень легко, когда у вас есть вкусняшка. Вы зовете ее, она подходит, вы даете вкусняшку, и потом она запоминает навсегда, что подходить к вам это вкусняшка. Идите сюда. Смотрите. Ти-дим-ти-дим. Вкусняшка. Вкусняшка. Вкусняшка это иди сюда, да? Про этот лес, который, несмотря на то, что он близко к нам, но никогда мы там не были, почему я сейчас объясню. И... А, кажется на нас сейчас нападет собака. Стоп, 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 стоп. Юми. Но предупреждаю, совет этот вредный, делать так нельзя. На нас бежит огромная толпа собак. Эй. На нас чуть не напали. Еще блин маем. Вы переговариваетесь или что, я не совсем понимаю. Это маты? Это какой-то язык, ваш собачий язык матов? Чувак, мы все поняли. Все нормально? Ох уж были времена. Кто помнит канал Animagic и эту заброшку. И, по-моему, даже на Magic Family мы ее показывали. И не только эту, а вот эти все. И там еще дальняя. В общем, прикол в том, что их окружили забором. И теперь туда не пробраться. Ну, мы и не собирались сегодня это делать, да, ребята? Что происходит? Вы посмотрите на них. Они не успокаиваются. Они вышли на дорогу, преследуют нас и лают. Ой, блин. Все нормально? А это тот самый великий, жуткий, мистический, ужасный телефон, на который когда-то мне позвонили. Юми? Не хочешь позвонить? Ладно. Пока там кто-то продолжает лаять, Юми решила насрать мне на ваш слабо... Ладно. Пишите в комментариях свои варианты. Это вроде как не будка собачья и не туалет человеческий. А что это? Туда даже есть дверь. Блин, ребята, это реально домик, потому что я думала, что туалет, но тут нет никакой дырки. Это реально какой-то мини-домик для кого-то. Кто напишет самую оригинальную идею того, что это может быть, того я даже покажу в комментариях в видео. Судя по всему, еще один заброшенный дом, но заброшенный ли, потому что к нему ведет тропинка, мне кажется, там никто не живет. А вам? Собаки явно туда не хотят идти, как будто. Так, ждите меня здесь. Почему Аня собиралась в лес на прогулку, но ей обязательно нужно куда-нибудь еще залезть? А вот скажите мне, ну почему? Тут есть какой-то сарай, штуки, вещи, палки, пакеты, тазики. А это, видимо, курятник. Загон какой-то для животных, точно тут вот кормят. Коровы или свиньи, или куры, кто-то тут жил. Тут есть разбитые окна, и можно туда заглянуть. Дом разделен явно на две половины. Вот раз, дом, и второй дом. И здесь тоже, походу, никто не живет. Вот это разбитое окно. Внутри комнаты стоит кровать и телевизор. Оказывается, можно сюда зайти. А еще тут кто-то пчеловодством занимался. Видите, это, скорее всего, какой-то пчеловод здесь жил. А бутылки, может, для меда? Холодильник. Шкаф. Телек. И вот она кровать. О, жутко. Там в шкафу был какой-то звук. Это все карты. Капец, там в шкафу звук какой-то. Я надеюсь, это крысы, мыши. Так. Ну зачем мне вечно вляпываться в какую-то фигню? Там во второй половине дома какие-то звуки. Мы шли в лес. И в лес и идем, да, ребят? Все нормально? Черное окошко. Криповое местечко. Ну, может, надо туда вернуться и исследовать место, и открыть тот шкаф, и посмотреть, что в нем. Аня, остановись. Все нормально? Бегите. Я никогда не знала про то, что там существует такой дом, потому что мы просто в этот лес, в эту сторону никогда и даже не ходили. Вечерняя прогулочка в лес с собаками. Аня, как всегда, напоролась на какие-то приключения. Ну, невозможно, да, нормально? Вот, Юми, а тебе вот надо обязательно туда лезть, в эти кусты? Почему Софи идет, как нормальная собака, по дороге? А тебе нужно куда-то залезть, Юмичу? Пойдем, вылазь! Спасибо. Если этот лес классный, то мы будем ходить туда постоянно гулять, раз делали туда дороги. И собакам это кайфово, потому что они могут побегать, поноситься и так далее вообще. И вообще, где собаки? Просто лошади какие-то проскакали у меня. Дорога как бы есть, а лес и что-то я пока не вижу. Где лес? Все нормально? Мы найдем лес. Вот обязательно, да, пописать просто вот и вот это, да, вот. Вон там, видите? Совсем рядом. Все нормально. И многие думают, что собак от клещей блок нужно защищать только летом Ну, в смысле, от клещей, которые есть А вот клещи, на самом деле, еще осенью активизируются, очень сильно их осенью тоже Что вот это произошло? Тоже нужно обрабатывать Мы обработаны, и вы не забывайте, что происходит Я не кресло! Ну что ж, мы наконец-то дошли до начала леса Ой-ой-ой, мама Приключения не заканчиваются В начале леса две могилки Тут что, какое-то старинное кладбище было? Все нормально? Юми и Софи, как всегда, впереди Я, как всегда, где-то сзади ползу Спасибо, что дали мне фору Что? Что-то как-то вечером в лесу прохладненько становится Ухи мерзнут Пора шапочки уже надевать А я деткам костюмчики-то не взяла Они у нас без, без, без Это все ковид Все нормально Что случилось? Ты хочешь мне что-то сказать? Какие-то собаки в этом месте тревожные Что? Так, спокойно, ребята Вы что, вы гулять хотели? Пошлите Блин, капец Фиг, а вот и не хочет идти Пойдемте Она просто возвращается обратно С того места Так, ну и что? Что там было две могилки И вообще, мы в мистику не верим И в шкафу была мышь Да Идемте, пошлите Юмичу периодически останавливается Оборачивается Но все-таки они пошли Юми такая попрыгуня Вечно куда-нибудь залазит Смотрите на нее Ого Там в лесу слышно, как что-то журчит Все нормально Это какое-то озеро Такое темное озеро А вот труба Вода из трубы сюда А вот там вот труба И типа ручеек Какой там прикольный лесок сверху Лес вот тут А вот тут я нашла какую-то дорожку Ну почему? Почему нужно в грязь? Почему столько сухого места? Вот именно лужу эту выбрать Пошлите Ого Вы это видели? Вы это видели? Я как мамка, у которой ребенок Такой встал на ноги И пошел Он пошел Вы это видели? Ладно Все нормально Тут дорожка Ведущая в другой лес Она уже так усыпана листьями Ее почти не видно Пошлите И собаки не хотят туда идти Че такое? Йомичу, Софи Вы видите, что происходит? Пошлите Че за прикол? Уже какой раз Она отбегает прям Я спускаюсь Йомичу вернулась Не пошла дальше Это какой-то прикол Я впервые в жизни вижу такое поведение у моих собак Что они так себя ведут Первый раз в жизни За все много лет я вижу Что собаки отказываются идти Это мистика Пойдемте, давайте Не страшно Идем, идем Идем по дорожке Узнаем, куда она ведет Интересно же, да? Йомичу Лес классный Тут такие березки Такие сосенки Елочки Вообще прикольные Какие-то шишки Ну, у земли Плюс таких прогулок Еще для собак В том, что они устают Если у вас же Красовый терьер Хаски И вообще какие-то Активные породы собак Ходите с ними побольше гулять И тогда они не будут дома Ничего драть Копать Убивать Вообще Со всеми собаками Надо очень много гулять Тогда они будут приходить домой И спать Адское закатное солнце Слепит в глаз И я вообще впереди Ничего не вижу Ребята, в этом лесу Реально Огромное Кладбище Может быть, поэтому Собаки сюда Не хотели идти И судя по всему Оно Находка И у меня прям Что-то мурашки По спине побежали Все нормально Юми, Софи Не ходите никуда Юмичу Софи Идите сюда За мной Пошли Давайте отсюда Выйдем Вот там дорожка Вперед идет Спустимся вниз Пошли прогуляться С собачками Я слышала Какой-то странный звук Я иду Не ходите далеко Без меня Юмичу Может, Софиш, ты кушаешь На нервной почве Как люди, которые, знаешь Проблемы заедают Все нормально Не туда Мы заврели В лесу Совсем Не очень Мы сейчас как-нибудь Попытаемся отсюда выбраться Можно просто через лес туда идти Чтобы не идти через все это Вот Иди сюда Пошлите в ту сторону Блин Что-то оно какое-то Нескончаемое А та часть леса Как будто глубже Как будто там чаще начинается Пошли Софи Пойдем Юмичу пробралась сквозь Траву А Софиш там Добирается до нас Запутывается, да? Софишечка Давай, давай Чуть-чуть осталось Молодец Мой заяц Вороны пролетели Такие деревья жуткие Что-то, блин, мне кажется Ребята, мы не туда Куда-то идем Как будто подзаблудились Немножко Так, сейчас мы дошли До какого-то, блин, оврага Скажите мне Почему нельзя было Возвращаться тем же путем, а? Так, овраг мы этот Не переползем Значит, надо обойти овраг Это такая история Мама такая Пойдемте погуляем, детки Детки такие Класс, мам, пойдем Мама такая Заводит их в какую-то Жесть, трэш И приводит их куда-то Непонятно куда И они такие Да, София, я согласна, идти в новый лес без знания леса, это вообще как бы очень странно, без компаса. Хотя, чё я парюсь, карта же есть, современные технологии, телефоны, айфоны, сети нет. Все нормально, а все потому, что не надо было лезть ни в какой дом, не тратить время, не наводить шухер, а просто идти гулять, и идти гулять по дороге, непонятным местам, шаландохаться, шалондаться. Ну вот, я же говорю, если что, в лесу можно всегда найти себе пропитание. Не лезать в это, мухомор, вы чё? Создается впечатление, что мы ходим туда-сюда, но... Мама, что это? Там что-то шевелилось среди деревьев. Ладно. Как будто мы заблудились, но самое странное, что, возвращаясь назад, мы не приходим туда, где мы были, когда уходили оттуда. И я уже не могу найти то место, кладбище. То есть мы ходим просто... Оно исчезло. Как будто ходим кругами, как будто мы заблудились в каком-то маленьком лесу и ходим кругами, не можем выйти, и вот это кладбище... Или я тупая? Я думаю, что я просто тупая, видимо. Все нормально. Вот там в том месте что-то шевелилось. Но сейчас вроде ничего нет. А закат случился, уже темнеет. Темнеет сейчас, девчонки, и нам нужно срочно искать выход! Я пытаюсь найти сеть, но ее просто нет. Спокойно. Спокойно. Все хорошо. А, в айфоне же есть компас! Отлично! А, ну, хотя он поможет только тем, кто запомнил, в какую сторону он шел. На север, на запад или на юг. А мы не запомнили, мы не смотрели на компас, когда заходили в лес. Пришлось на камеру нацепить вспышечку. Так вот, я думаю. Да, я умею думать. Может быть, нам попробовать просто тупо пойти обратно. Вот прямо от этой секунды, где мы сейчас стоим, пойти обратно. До оврага, оттуда через овраг. Подняться наверх обратно, где было то самое кладбище. От кладбища уже понятно, как идти по той самой деревянной дорожке. А куда обратно? Мы шли, 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 шли через лес. И дошли до какой-то поляны, где очень высокая трава. Просто анрел туда пробираться. Слушайте, а вот там березовый вот этот лес. Это не тот лес, который мы видели. Все нормально. Софиша, наша старушечка, идет после Юмичу. Юмичу быстро передвигается, а Софи с трудом. Мне, наверное, придется взять ее на руки, потому что ей уже идти тяжело, она дышит. Если бы мои собаки были человеческими людьми, мозг совсем отключился, они бы, наверное, меня прокляли уже за все наши приключения, потому что они просто хотели побегать и погулять. Да, Софи? Да? Это так? Я просто села вот так на землю. Мы сейчас будем плакать. Главное нам сегодня не замерзнуть. И добраться живыми и невредимыми до дома. Сейчас посидим, передохнем, потому что очень устаешь ходить по каким-то буеракам и дебрям. Я думаю, собаки капец как устали. Юмичу, ты где? Юми? Юми, давай скорей. Софи бы там вообще не пробралась. Молодец. Вы поняли, что это, да? Юмичу, это просто капец. Тебе, наверное, придется всю просто стричь все это. Я не знаю, как это будем вытаскивать. Жесть. Софиша, оказывается, тоже вся в какой-то фигне и тоже вся в колючках. Ух, залазь. Просто, это же собака сумасшедшая, лазитель по деревьям. Давай, давай, давай. Давай, молодец. Давай, молодец. Давай, спускайся. В любом случае, я не думаю, что мы очень далеко ушли. Я просто начну орать, и кто-нибудь нас услышит. Так, отлично. Походу, это тот самый березовый лес. Тут хотя бы идти можно нормально. А вообще-то вы должны были везти нас домой. Ага. Да. Отлично. Тут даже есть тропинка вниз. Нам еще обратно возвращаться от того места. Так что, слава вселенной, мы его нашли. Все нормально. Юми спускается с горы. Софи, пойдем. Да, радуется. Юми, что пытается из себя доставать колючки. Я не знаю, что это было вообще такое. Кладбище и вообще этот лес. Но нам же сейчас еще придется идти мимо вот того страшного дома и вообще собак. Пока я шла, я прихожу, а собаки на дереве сидят. Нормально вам? Вам нормально? Возможно, потому что холодно на земле уже. Они залезли вот так на дереве и сидят на дереве, как на лежанке. Да? Хочется уже домой. София остановилась опять на этом месте. А-а-а! Мы остановились на этом месте, потому что тут яблоки. София хочет поесть огрызочков. Вот почему мы остановились на этом месте. Она просто не знает, как бы сделать так, чтобы я отвлеклась. Она не видела, она бы поела огрызочков яблочных. А-а-а! Здесь пахнет едой. Вот почему мы остановились на этом месте. А я-то думаю, мистика какая! Все нормально. Я же просто детектив. Я же просто... Да. Объясните, почему наши ролики иногда мне напоминают хоррор? Ага. Вот и я тоже это слышу. Вы это видите? Вы видите, как мигает что-то у айфона? И чтобы вы понимали, это не моя камера мигает. Вы понимаете, что происходит? Что это за мигающая фигня в айфоне? София села уже на землю, а земля холодная, сидеть на ней нельзя. Видимо, идти она уже не хочет. Совсем устала, поэтому придется мне ее нести на руках. А ты, Бакимоша молодая, будешь идти пешочком. Я не знаю, почему наши приключения похожи на какие-то безумные истории. Я вообще не понимаю, почему так происходит. Почему, когда я беру камеру и снимаю, начинаю снимать видео, все время что-нибудь случается, и мы все время попадаем в какие-то странные ситуации. Я не понимаю. Все нормально. Пока. Житель какого-то одного местного дома зачем-то ночью зажигает вот такой костер зажег и сжет. Может, он кого-то отпугивает вот, а, в этом месте. Продолжение следует...